Добрый день, дорогие друзья! С вами Лёха Бондарева, руководитель онлайн-школы иностранных языков skoda.fisla.ru И в этом видео я буду разговаривать с одним из наших преподавателей, который специализируется на обучении английскому языку детей. Это Анна, и мы с ней... Я сначала скажу пару слов о ней, потом мы поговорим с ней немножко на английском, чтобы вы могли оценить её уровень владения языком. И затем мы перейдём на русский язык, и я задам ей другие вопросы, которые, как мне кажется, будут интересны. Итак, с Анной мы познакомились в Египте. Как это ни странно, вот меня спрашивают, где я беру наших преподавателей, и оказывается, что я их действительно собираю по всему миру, и они у меня разбросаны по всему миру, и это, не знаю, мне нравится. Ну, Анна Русская вообще из России. И я искала именно преподавателя для детей, потому что я решила создать отдельное направление обучения английскому языку детей. И у нас есть специальные уроки короткие, и отдельные материалы, по которым обучаются именно дети. И я собирала преподавателей именно, которые хотят работать с детьми. И вот Анна была одной из первых, кто откликнулся. И когда мы провели тестовые занятия, я сразу поняла, что я хочу работать с этим преподавателем, хотя были некоторые вопросы по поводу произношения. Но я поняла, что это технический момент, с этим мы можем что-то придумать. А вот то, как человек относится к детям, как он с ними работает, как он с ними общается, вот этому я уже обучить не смогу. И поэтому это для меня представляет более высокую ценность. Ну, что, сейчас мы с Анной немножко поговорим на английском, а потом я задам ей другие вопросы. Hello, Анна! Hello, hello! I'm happy to see you today. Ah, I'm happy too! How are you? I'm really fine, thanks. Where are you now? I'm currently living in St. Petersburg, and I love this city. It's a kind of a difficult experience to move to such a big city, but now I can say that I really love it. Oh, that's great! And I love your pronunciation. It's much, much better than it was before, really? Yeah, thanks to you. It's great! Oh my God! That was a catch. Sorry! And I've got one, not a simple question to you. Tell me, please, what three things are the most important things in your life and why? It's difficult, but a very interesting question at the same time. And first of all, I think joy is very important. You know, it's probably sound silly, but I think that everything you do should bring you joy. You know, your work, your relationships, just the city you live in, the weather, if it doesn't, and then what's the point doing it, for example. So I think joy is really important. The second thing is love, of course. And I don't mean just relationships between the men and the women, just love in general, you know, to kids, to nature, just to everything, to our girls. So I think it's very important in life. Without it, then, I think it's so dull and boring and pointless to do whatever. And the third important thing is learning, I think. Just, you know, never stop and always learn new things. It can be just in any aspect, you know, it can be languages or cooking or just anything, whatever. Just don't stop, don't slow down. And every time learn, every time improve. and then a life will be great and interesting and meaningful. So I think those things are really important. That's great. I completely agree with you, Anne. Спасибо за такой классный ответ. Ну что, теперь переходим на русский. Хорошо. Да, Аня, расскажи, пожалуйста, откуда ты родом, как ты стала преподавателем английского, где ты выучила английский? Я родом из Сибири, из города Томска, и выучилась я, собственно, в Томске, в Томском фототехническом университете. И вообще изначально специальность моя была переводчик. Первый язык у меня китайский, второй английский. То есть я переводчик с китайского и английского языка. Но переводами я тоже время от времени занимаюсь, но постепенно как-то сложилось так, что я стала больше преподавать, нежели переводить, потому что, ну, мне очень интересно работать с людьми, скорее, чем с бумагами. Мне интересны люди, мне интересны дети. Поэтому так получилось, что свои вот знания в китайском и в английском языке я применяю больше в преподавании, чем в переводах. Так китайский язык ты тоже преподаешь? Да, да, у меня есть ученики по китайскому языку, тоже дети. Тоже дети, отлично. Почему у нас на сайте это не вывешено, интересно? Это очень большое допущение, господи, Лёха, ай-яй-яй. Так, какие студенты самые любимые? Есть какие-то вот любимые студенты? Вы имеете в виду возраст или каких-то конкретных людей? Уровень, возраст, ну, вот черты, допустим, любимых студентов. Ой, ну вот черты любимых студентов, это я могу сказать. Вот возраст у меня как раз не так важен, и вообще не важен уровень, мне интересно, и мне вообще не скучно начинать даже с самых-самых азов, если только у ребёнка есть заинтересованность. То есть если человеку интересно, то ничего, что он не знает алфавит там, или ещё вообще ничего не знает. Главное, чтобы вот у него был какой-то интерес, какая-то, ну, какая-то мотивация, и тогда это здорово вообще при любом уровне абсолютно. А вот ты как-то можешь создать эту мотивацию? Ведь очень многие родители обучают, ну, как бы хотят, чтобы дети занимались, при этом дети сами, ну, как-то им пофигу вообще все эти языки. Может ли как-то преподаватель на это влиять? Ты вот можешь как-то повлиять на это? Я могу, конечно, на это повлиять, и я считаю, что это отчасти, конечно же, задача преподавателя заинтересовать студента, и я стараюсь на это влиять как могу, то есть как-то использовать какие-то неоднотипные задания или игры, или иногда, ну, в общем, как-то разговаривать более лично, более персонально, стараться как-то подобрать тему урока, чтобы это было связано как-то с тем, что ребёнок любит. Понятно, что отчасти преподаватель может заинтересовать, но если у человека вообще нет никакой своей мотивации, ну, вот совсем не капельки, тогда очень сложно что-то сделать. А бывают, на самом деле, довольно часто встречаются заинтересованные дети, и вот с такими приятнее всего, конечно, работать. То есть бывают вот такие, конечно, которые вот сидят такие замученные, это отчасти, ну, такой как бы твой вызов такой профессиональный, что что же такое сделать, так чтобы вот этот вот ребёночек у меня хоть разок улыбнулся и вот что-нибудь бы сказал на английском сам. Ну, приятно, конечно, с заинтересованными. Понятно. Вот скажи такой вопрос. Как ты строишь уроки с детьми? Чем они отличаются от уроков со взрослыми? Есть ли какие-то особенности, фишки какие-то? Ну, вот для меня такие особенности, что... Ну, вообще с детьми я работала гораздо чаще, чем со взрослыми, но вот как я представляю себе уроки со взрослыми, как я когда училась, то есть очень важно разговаривать, на языке прежде всего важно разговаривать, но если для взрослых это могут быть какие-то абстрактные вещи, то есть мы можем просто обсуждать какой-то вопрос там, ну, к примеру, там делиться мнениями по какому-то поводу. То есть детьми обязательно нужно, чтобы всё это было как-то ярко и проиллюстрировано, если обсуждать, то какую-то картинку там, например, чтобы всегда это было как-то ярко, чтобы были, ну, что если мы там говорим про что-то, чтобы это были какие-то интересные там или смешные картинки, вот такое. Ещё я всегда стараюсь, что... Хотя у нас происходят уроки по скайпу, и как бы более всё равно лимитирован какой-то, ну, какие-то виды активности, чем нежели в живых уроках. Я всё равно стараюсь, чтобы дети иногда не просто смотрели на компьютер, а делали что-то руками. То есть я прошу родителей распечатать какие-нибудь листочки, где дети должны, ну, например, если мы проходим предлоги, дорисовать где-нибудь что-нибудь там, на или под, или там пройти какой-нибудь лабиринт, сказать у кого что есть там, как кого зовут, ну, в общем, чтобы иногда это была какая-то активность ещё и руками, а не только что ты смотришь и говоришь. Угу, здорово. Так, следующий вопрос от наших вот читателей. Расскажи, пожалуйста, о своём английском языке, как ты им вообще занимаешься, поддерживаешь уровень, и был ли у тебя опыт общения с носителями, ну, опыт жизни с границей точно был? Может быть, где-то вот в англоязычных странах? Ну, в общем, это всё. Ну, вот смотрите, конечно, лучше всего для языка, это когда непосредственно в каждодневной жизни присутствует общение с носителями. Такое было у меня в жизни довольно долгий период. Вот я училась в Китае, и дело в том, что там было очень много иностранных студентов из разных стран, и я дружила со студентами, с людьми из Америки, из Европы, и мы очень много общались на английском, и это было прекрасно, и я чувствовала, что английский просто, ну, растёт, как на глазах, просто, ну, вот словарный заказ. И английский, и китайский, всё в Китае. Ну, вот, к слову сказать, с китайцами у нас какая-то то ли разница в менталитете, то ли что, и я так близко не сошлась с китайцами ни с какими. То есть в Китае я, как ни странно, практиковала чаще скорее английский. То есть китайский я изучала на парах в университете, а английский, ну, вот, потом уже вообще не с друзьями, что, собственно, по-моему, самое прекрасное, конечно же, для языка. Это очень здорово, да. И потом уже, конечно, вот два года практически я жила в Египте, в Дахабе, и второй год я преподавала там в школе. Это была такая международная школа. У нас был немецкий класс, там английский класс и несколько русских классов. И, конечно, это тоже было прекрасно, потому что и дети, и взрослые всё время находились в такой международной среде. Вот, было очень приятно общаться с коллегами-преподавателями, которые вели английский и немецкий класс. Тоже понятно, мы всё время тоже общаемся на английском, делимся опытом. И это было замечательно и с точки зрения языка, и с точки зрения вообще взглядов на преподавание. Было очень интересно. Вот я, кстати, следующий мой вопрос как раз про преподавание. Как ты поддерживаешь свою квалификацию как педагога? Где ты, может быть, дополнительно занимаешься? Какие-то курсы, не знаю, там, консультации с методистами? В общем, так. Ну вот, по поводу, как педагогу, собственно, последнее, это был, ну вот, семинар, собственно, который вы нам всем в школе предложили. А по поводу английского, вот, поддерживать английский, конечно, когда не общаешься каждый день с носителями, это, ну, труднее. Но я что делаю? Я смотрю фильмы обязательно на английском. То есть это может быть какой угодный фильм. Я слушаю аудиокниги на английском, я читаю на английском. Вот, то есть это очень помогает, конечно же, поддерживать словарный запас и просто, чтобы в голове какие-то, ну, откладывались вот структуры и какие-то способы изложения мыслей. Но для речи, конечно, всё равно общение ничто не заменяет. Отлично. И, наверное, последний вопрос. Вот что бы ты могла посоветовать родителям, может быть, как вот, чтобы заинтересовать и вызвать вот эту мотивацию у ребёнка? Ведь это главное, мне кажется, для детей. Если им это интересно, то процесс обучения идёт. Хорошо. Если интересно, то не очень. А что они могут сделать, чтобы заинтересовать своих детей? Мне кажется, что для того, чтобы заинтересовать детей, для того, чтобы у ребёнка возникал такой вот именно неподдельный интерес, они должны чувствовать, что взрослый сам в этом заинтересован, что взрослому самому тоже очень интересен этот процесс, что не просто взрослый хочет посадить его за книжку и уйти куда-нибудь, а что взрослому самому это интересно. У меня, например, есть много книг на английском языке для детей, красиво проиллюстрированных, таких красивых, ярких книг, и мне самой они до того нравятся, и просто рассматривать их, вот такая радость, что, мне кажется, если родителю доставляют какую-то вот радость, этот английский язык, процесс его освоения, то тогда и ребёнок тоже будет чувствовать радость и интерес. Да, то есть родители сами должны сначала идти к нам учиться, а потом... Да, ну, родители должны, я не знаю, либо сами учиться, но они должны тоже сами это любить, им должно это нравиться, им должно быть... это самим здорово как-то вызывать какие-то положительные эмоции. Просто что... не просто они ребёнку подсунули там что-то, то, что вот они, например, купили какую-нибудь книгу или игру на английском, они вместе её рассматривают, и им вместе это нравится, чтобы это подкреплялось положительными эмоциями, а не тем, что английский очень важен в современном мире. Или ещё там чем-нибудь таким абстрактным. Понятно, то есть всё своим примером, в общем-то. Всё своим... да, всё своим примером и положительными эмоциями. Я поняла. Интересно, радости. Да, Аня, я очень рада была тебя видеть, мне очень приятно было с тобой поговорить. Спасибо, что ты нашла время, так быстро согласилась, и мы с тобой все это так быстро провернули, и рада была тебя послушать и увидеть. Да, я тоже была действительно очень рада. Здорово. Здорово, да. Хорошего тебе дня и до новых встреч! Да, и тебе хорошего дня тоже. Всё, до новых встреч, всего хорошего. Пока-пока. Пока. Пока.